За минувшие выходные на дорогах Новосибирска погибли 4 человека, среди которых, к несчастью, есть ребенок. Водитель вот этой иномарки в последний момент заметил, как пожилая женщина с девочкой на руках бросилась прибегать дорогу. К сожалению, удар был настолько сильным, что бабушка скончалась на месте, а ее внучка умерла уже в машине скорой помощи. А это последствия также трагического наезда на пешехода. Двигаясь в крайне правой полосе, молодой человек на Тойоте с летней резиной, опять же, вовремя не заметил бегущую женщину. Выехал на фунт, не пустили сразу в ряд, но решили двигаться по правой полосе. Вообще, она выскочила резко и все, даже не успел ее заметить. Она переходила проезжую, сейчас перебегала? Ну, скорее всего, перебегала. От полученных травм женщина-пешеход также скончалась на месте, не приходя в сознание. А такая картина уже становится привычной для тех, кто часто двигается по Ипподромской. На этот раз на разделительный островок вылетела лада. Водитель с явным превышением скорости, говорят в ГИБДД, не справился с управлением, за что и поплатился собственной жизнью. И вновь в ГАИ отмечают, что причинами всех этих трагических ДТП стала, как это часто бывает, человеческая беспечность самих участников дорожного движения. Если говорить о каких-то сопутствующих факторах, то большинство данных ДТП, о которых я сказал, произошло в темное время суток. Не раз мы уже говорили, что в темное время суток пешеход становится менее видим для водителей, о чем он, как правило, не подозревает, когда нарушает правила дорожного движения. Ну, а водители не делают поправку на скорость в местах возможного появления пешеходов. Что касается неосвещенных участков дорог, остановок без должных подходов, знаков и так далее, что тоже приводит к трагедиям, то это уже второй вопрос, который обязательно будет адресован властям города, заметили в ГИБДД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова